Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. А также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Согласно легенде, царица древней Персии родила уродливую дочь. Обычно кожа ребенка очень нежная, а сам младенец выглядит прелестно, как маленький ангелочек. Но у этой девочки кожа была грубой и шершавой, как кора дерева. И совершенно тусклой, не похожей на человеческую. Когда правитель увидел ребенка, то ужаснулся. Для сохранения царской репутации малютку отправили в безлюдное место, где она не имела контакта с внешним миром. Поэтому мало кто знал о ее существовании. Прошли годы. Юная царевна повзрослела, и отец решил выдать ее замуж за ученого. Затем правитель приказал поселить молодых в роскошном замке за семью вратами, а ключи от этих врат отдал зятю. Каждый раз, когда во дворце устраивались приемы, зять царя всегда приходил один. Со временем люди стали судачить об этом. Все строили догадки, что, возможно, царевна – самая некрасивая девушка на всем белом свете. Им уже неловко выводить жену в свет. Однажды группа молодых людей, движимых любопытством, напоила ученого и стащила у него ключи, чтобы открыть ворота замка. Когда седьмые врата отворились, они увидели поразительную картину. После того, как муж ушел из замка, царевна долго сидела в глубоких раздумьях. Она искренне и глубоко раскаялась перед богами. «Почтенные боги, в прошлой жизни я накопила карму из-за своего невежества, поэтому сейчас царь-отец и муж питают ко мне отвращение. С момента рождения и до сегодняшнего дня я никогда не видела жизнь за стенами этого замка». Произнося эти слова, царевна огорченно заплакала. Однако, поразмыслив немного, она подумала. «Хоть я и заперта в уединенном месте, но это не обязательно плохо. Может быть, в прошлом я совершила большое злодеяние во многолюдном месте, поэтому должна расплатиться за это в нынешней жизни». «Я слышала, что родился Будда. У меня есть возможность находиться в одном мире с Буддой. Это ни с чем не сравнимая честь». Сказав это, девушка сложила руки в молитвенном жесте, выражая глубокое почтение далекому невидимому Будде. Благочестивая мысль, подобно священному лотосу, медленно распускалась в душе царевны. В ее сердце возникло красивое сияние, которое вырвалось снаружи, чистый свет и гармония окутали ее. «Величественный Будда, я надеюсь, что вы проявите милосердие и сострадание и спасете мою душу от мирских пороков». Девушка еще раз с почтением поклонилась далекому небосводу. В этот момент перед ней появился образ Будды. С бесконечным милосердием он стер первоначальный облик царевны, и тотчас же чистая и прекрасная душа девушки отразилась на ее лице. Она засияла подобно небесной деве. Молодые люди поразились, увидев царскую дочь. Она была прекрасна, как небожительница, окруженная чистым светом. Искренне добрые мысли людей могут изменить все. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.